Кто занимается морскими исследованиями, те знают, что все работы и построение институтов, и построение работ делятся на несколько групп. Есть группа гидрологов, группа гидрохимиков, группа биологов, петопортонологов, которые изучают отдельно свои характеристики. И вот как раз целью нашей работы является рассмотрение гидрологических, гидрохимических блоков и гидробиологических блоков как единую экосистему. Под гидрологическим блоком понимается изменение характеристик водных масс, в первую очередь температуры и солености. Под гидрохимическим блоком это режим изменения биогенных элементов, в первую очередь фосфора, азота и кремния. Под гидробиологическим блоком это изменение параметров фитопонтона и общее связующее звено между этими блоками – это первичная продукция. Расчет первичной продукции по диагенным элементам он не нов, он уже давно применяется в системе ВНИРО. Но у них эта методика называется, по-моему, методика преформы. То есть преформы – это те концентрации биогенных элементов, которые происшествуют в вегетационному периоду. То есть это является точкой отчета, от которой идет убывание биогенного элемента в процессе фотосинтеза. И в дальнейшем по величинам средних методических соотношений рассчитывается первичная продукция. Эта методика обладает некоторыми неопределенностями. В первую очередь, как рассчитать сами концентрации, которые преуществуют в вегетационному периоду. В разных работах они оцениваются по-разному. Допустим, в работах по Беринговому эти величины определялись как концентрации на нижней границе тощепогодного, тощепогодного слоя. В работе по Антарктиде эти концентрации определялись как среднеизвешенные величины в слое осенне-зимнего конъективного перемешивания. В работе Саншинкитова Олега по Баринцевому морю точка отчета определялась, как из стартового содержания минерального фосфора водной толщи сам района освободился от ледяного покрова. Мы видим, что с одной стороны у нас определяются средние стихиометрические отношения, которые определены для среднего фитоплантона, а с другой стороны неопределенность в определении концентрации, от которой идет отчет геогенного элемента. Вот нами разработана методика, которая позволяет или же устранить, или же уточнить вот эти две неопределенности. красным – это вот то, что уже не наше, это уже в самом деле сделано в литературе. То есть по солености и по величине затопного параметра кислорода 18-го рассчитывается на величине базовых вод в той крови воды, которую мы отобрали. Что такое базовая вода? Это вот у нас второй блок – ФА, ФР и ФИ. Это состав, это ФА, это содержание Атлантических вод, ФР – это содержание МЧМИ-хвод, ФР – это содержание ледовых вод. Под ледовыми водами понимается или же это воды, или же это талые воды, или же это воды, объемы воды, изъятые на ледообразование. То есть это лед. То есть Варенцево-Морье, то есть Варенцево-Карсское море, по современному, так сказать, оценке, там всего три базовых воды. Это вот Атлантические, Речные и Ледовые воды. Далее по величинам содержания базовых вод и по концентрациям биогенных элементов Рассчитывается консервативная концентрация. То есть мы вводим понятие консервативной концентрации. То есть это та концентрация, которая зависит только от смешения базовых вод. По разнице консервативной концентрации и измеренной величины оценивается неконсервативная составляющая, которая может делиться на продукционную и непродукционную. Под непродукционной составляющей понимается величина обмена биогенным элементом, или же с нижележащими слоями, или же с прилегающими акваториями. И тут же вводится поправка на процессы минерализации, которые идут и идут параллельно с процессом фотосинтеза. Ну и мы в самом еще конечном итоге мы рассчитываем относительный вклад в первичную продукцию, то есть различные систематические группы водорослей. Мы рассчитываем индивидуальное, уже не среднее, а индивидуальное стихиометрическое соотношение и рассчитываем саму первичную продукцию. Ну, данная работа, в данный блок хемии сделано три главных допущения. Самое главное, вот это первое допущение, что весь фитоплантон Баренцевого моря состоит всего из двух систематических двух плантонов. Это из Диатомова и Перединеева. То есть данное допущение сделано на основании данных биологического атласа Баренцевого моря. Ну, то есть примерно там тысяча проб и суммарная биомасса этих двух систематических групп составляет точку 94%. Ну, здесь, конечно, небольшая схема расчетов, которая в данном случае приведена. Я ее привел для того, чтобы показать, что в этих расчетах есть такие два величины. Это D – это относительная величина углерода в биомассе диатома плантона, и P – это относительная величина углерода в самом счете в биомассе передниевого плантона. Вот таблица, которая здесь приведена, это содержание биогенных элементов и углерода в самом счете в диатомом плантоне и в трениевом плантоне. То есть эти значения были взяты по сверхтруку 1942 года. Здесь мы видим, что на 1 грамм углерода приходится 0,93 грамма кремния в диатомом плантоне и в 15 раз меньше передниевого плантона. Наша методика опубликована в двух публикациях в этом году. Эти публикации, кому будет интересно, вот ссылки на эти публикации. Мы теперь переходим к теме нашей, более ближе к теме нашей конференции. В данном случае рассчитаны потребления биогенных элементов фосфора, азота и кремния. Мы видим, что фосфор не является лимитирующим, и остаток фосфора на всем Баренцевом море составляет примерно 40-50%. Азот в западной части моря является лимитирующим, в восточной части моря азот является лимитирующим, и его потребление более 90%. И вот самый интересный рисунок, это вот третий рисунок, где идет потребление кремния. Мы видим, что потребление кремния в северной части моря между Шпицбергеном и землей Франца и Осипа достигает более 90%. То есть остаток, самый еще минимальный остаток у нас получился 8%. То есть, в принципе, как вот такое изменение биогенных элементов складывается на изменение первичной продукции? Ну, очень трудно найти показатели, которые бы можно было сравнить с нашими расчетными увеличениями. То есть, вот левый рисунок, это вклад гиатомовых в первичную продукцию. А вот, в общем, правый рисунок, это вклад гиатомовых в общую биомассу. Как мы видим, что в центральной части моря и там, и там величины примерно одинаковые, примерно составляет 0,2-0,4%. Ну, вернее, 20-40%. И, в самом деле, на севере моря, где мы видели, что максимальное потребление кремния было, что наблюдалось максимальное потребление кремния, мы видим, что вклад гиатомовых составит примерно 100%. Вот на этих диаграммах по широте и по долготе мы видим как раз сравнение вклада гиатомовых в первичную продукцию. Это красные и с... Это красные стволики. И, в сравнении с гиатомовым биомассу, мы видим, что разница составляет где-то 5-15%. Значит, расчет первичной продукции, в общем, как вот эти полученные нами величины совсем сказываются на распределении первичной продукции в Баренцевом море? Вот всего в Баренцевом море выделено 6 районов по величине первичной продукции. Максимальная первичная продукция – это район в районе Медвежинского мелководья. Здесь продукция составляет 160 граммов углерода на метр квадратный. А самая минимальная продукция – это на севере моря, где она в 8 раз меньше. Мы помним, что в этом районе идет у нас максимальное потребление кремния. Рассмотрим эти районы несколько ближе. То есть вот этот район, где у нас максимальное потребление кремния и минимальная первичная продукция, то есть этот район характеризуется затоком холодных водки Северного Медовитого океана. Здесь у нас наблюдается… Здесь у нас в зимнее время этот район постоянно закрыт льдом, а в летнее время здесь наблюдаются в самом деле сезонные плавающие льды. Ну и к доминантным видам этого района вот здесь у нас показаны в самом деле доминантные виды геатомов, которые наблюдаются в этом районе. Ну и в самом деле заключение хочется сказать, что вот в самом деле в результате выявлены районы Баренцевого моря с минимальными значениями первичной продукции, с аккатором элементирующими факторами развития фитоплантона, является кремния. Основными первичными продукциями, эпилогиами этого района, в самом деле Баренцевом море, являются геатомовые водоросли. Полученные результаты являются уникальным случаем, так как дают возможность в чистом виде получить достигкие метрические отношения для геатомового фитоплантона в реальные условия. Если по существующим представлениям у нас в геатомовом фитоплантоне отношение углерода к кремнию является как стал 100 к 93, то по нашим данным оно как 100 к 110. Ну и в заключении хочу сказать еще одну вещь, что в настоящее время наблюдается потепление, в частности потепление воды в Баренцевом море. Скорость потепления составляет примерно, по всему объему Баренцевого моря, примерно 0,1 градус за 10 лет. То есть за 100 лет у нас среднеизвешенная температура воды в Баренцевом море повысилась на 1 градус. В последние 30 лет скорость потепления увеличилась в полтора раза. В Баренцевом море уже, то есть эта климатическая изменчивость, она может привести к изменению самым годового состава фитоплантона. И уже в поступающих атлантических водах уже в одной из статей, я уже не помню, было найдено 2 новых вида фитоплантона. И вот если в тот район Баренцевого моря будут замесены совсем другие виды фитоплантона, в частности, недиатомовые, то продуктурность этого района может резко увеличиться. Вот теперь все. Вопросы? Да, пожалуйста. А вы рассказывали про фитоплантона. А что насчет золота плантона? Плантонный фарминифер вообще нет? А? Плантонный фарминифер у вас там нет. Нет, мы пока... Вот у нас только вышло 2 работы, только вот в этом районе, Александр, в этом году. Мы еще эти вопросы не затрагивали. Просто вы сказали, что у вас 90 с чем-то процентов это геноподиляты, идиотомы, да? Значит, все остальное вообще не учитывается? Ну, для того, чтобы нам было создать какой-то расчетный метод, да, это вот те 6% они у нас не учитывались. Пожалуйста. Олег Анатольевич, скажите, пожалуйста, афитоплантонная фармица, данные бактерии, корокси-бактерии, о которых сейчас, как надо, говорят, дают родные первичные продукции в Мировом океане, они у вас, вы как-то с ними уже сталкивались, учитываются? Что можете сказать по этому поводу и про первичные продукции? Вы имеете в виду, то есть, бактериальная продукция, да? Первичные продукции, пилантонные. Питоплантонная проакция автотопа. Дана бактерии, корокси-бактерии. Я понял вас, да. Я знаю. Нет, они вот пока что это все вот в этом вот. Они, значит, это как... То есть у нас был план, он разделен на две больших систематические группы, на Санкт-Петербург и Перединив. То есть больше у нас не было разделения. Спасибо. Можно мне задать вопрос? Да. Насколько мне известно, вот здесь вспоминуты были в списке литературы олень. Насколько мне известно, он ученик Сергей Иванович Квартар. И как вот разработки его руководителя, а также Николая Курского, сообразуются вот с вашими исследованиями? Я привел ссылку на на их работу Оленик, Оленик Сюбрин по по северу Баренцева море. Ну, я знаю лично и Оленика, и знал, знал Грушкова, знаю Бардана. Но мне все-таки кажется, что Оленик больше взаимодействовал с Макаревичем. И Макаревич является его непосредственным руководителем. Ну, в конечном итоге, да. Ну, насколько, я, честно говоря, не совсем могу сейчас сказать, насколько он взял больше у Коли Дружкова или у Макаревича или у Бардана. Ну, я думаю, что все вперед. Ну, наверное, да. Спасибо. Вон, еще вопрос хотел задать. Да. Осталось. Я прошу прощения, может быть, мне вот как биологу мне как первое ваше приключение по поводу, что древний имитирующий фактор для развития какой-то символов. Я просто не очень понимаю тренировки, потому что мое понимание, что есть парафилы, есть сектор, потом они будут выводить. Понятно, что еще. Просто неправильно развитие фотосинтеза, мне непонятно ну, ну, фотосинтеза, как и в отдельных районах, там является фосфор, где-то является азот, но в данном случае древний. может быть имеется в виду развитие фотосинтеза организма целом, а не фотосинтеза как такового. Ну, наверное, да, может быть так, согласно с вами. Спасибо. 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 Спасибо.